Понедельник, 25 января, 12 января, Старый стиль, Седмица, 34 по Пятидесятнице, Глаз Восьмой, Постанет. Мученица Татьяна Римская, Дева Деканиса. Святая мученица Татьяна родилась в знатной римской семье. Её отец трижды избрался консулом. Он был тайным христианином и воспитал дочь, преданной Богу и церкви. Достигнув совершеннолетия, Татьяна не стала выходить замуж и все свои силы отдала церкви. Она была поставлена в деканисы в одном из римских храмов и служила Богу в посте и молице, ухаживая за больными и помогая нуждающимся. Праведность своей Татьяне предстояла увенчать венцом мученичества. Когда Римом начал править 16-летний Александр Север, 222-235 год, вся власть сосредоточилась в руках злейшего врага и гонителя христиан Ульпиана. Кровь христианская полилась рекой. Схвачена была и деканиса Татьяна, когда её привели в храм Аполлона, чтобы заставить принести жертву идолу святая, помолилась. И внезапно произошло землетрясение. Идло разнесло на куски, а часть храма обрушилась и придавила жрецов и многих язычников. Бес, обитавший выдали, с воплем бежал от того места. При этом все видели пронёсшуюся по воздуху тень. Тогда стали бить святую деву, выкололи ей глаза, но она терпела всё мужественно, молясь за своих мучителей, чтобы Господь открыл им духовные очи. И Господь внял молитвы своей рабы. Палачам открылось, что четыре ангела окружили святую и отводили от неё удары. И им слышен был глаз с небес, обращённый к святой мученице. Все они, восемь человек, уверовали во Христа и пали к ногам святой Татьяны, прося отпустить им их грех против неё. За исповедование себя христианами они были подвергнуты пыткам и казнены, приняв крещение кровью. На другой день святую Татьяну вновь предали мучениям. Её обнажили, били, стали резать бритвами её тело. И тогда из ран вместо крови стекло молоко и в воздухе разлилось благоухание. Мучители из немогли и заявили, что кто-то невидимый бьёт их самих железными палками. Девять из них тут же умерли. Святую бросили в темницу, где она молилась всю ночь с ангелами, воспевала в халы Господу. Настало новое утро, и святую Татьяну вновь привели на суд. Поражённые мучители увидели, что после стольких страшных мучений она явилась совершенно здоровой, ещё более сияющей, прекрасной, чем прежде. Её стали уговаривать принести жертву богине Диане. Святая сделала вид, что согласно её привели к капищу. Святая Татьяна перекрестилась и стала молиться. И вдруг раздался оглушительный удар грома, и молния испепелила идола жертвы жрецов. Мученицу снова жестоко истязали, а на ночь опять бросили в темницу, и снова к ней явились ангелы Божии и стелили её рано. На следующий день святую Татьяну привели в цирк и выпустили на неё голодного льва. Зверь не коснулся святой и стал кротко лизать её ноги. Льва хотели загнать обратно в клетку, и тут он растерзал одного из мучителей. Татьяну бросили в огонь, но и огонь не повредил мученица. Язычники, думая, что она чародейка, остригли ей волосы, чтобы лишить её волшебной силы, и заперли в храме Зевса. Но силы Божьей нельзя отнять. На третий день пришли жрецы в окружение толпы, готовясь принести жертвы. Святитель Савва Первый сербский архиепископ, святитель Савва, первый архиепископ сербский, в миру Ростислав Ростко, был сыном самодержца Сербии Стефана Немани, Иоанна, дочери греческого императора Романа. С раннего детства он усердно посещал церковные службы и питал особую любовь к инокам. В 17-летнем возрасте, встретив русского инока со святой горе Афон, Ростислав тайно оставил отчий дом и прибыл в русский Пантелимов монастырь. По промыслу Божию в год рождения святого 1169-й древний монастырь святого великомученика и целителя Пантелимона был отдан на вечное владение русским инокам. Отец его, узнав, что сын на Афоне снарядил целую дружину с верной воеводой и написал правителю области, куда входил Афон, что если ему не вернут сына, он пойдет на грех войной. Прибыв в монастырь, воевода велел глаз не испускать Ростислава. Во время вечернего богослужения, когда упоенные вином воины уснули, Ростислав принял постриг 1186-й год и послал родителям свою мирскую одежду, волосы и письмо. Инок Сава сумел убедить своих державных родителей принять монашество. Отец преподобного памяти, преподобность Степана военчества и Симеона, царя сербского, вместе с сыном подвязался в этапецкой обители. На Афоне они обновили сербский халендарский монастырь. И эта обитель получила звание царской эставропигии. В халендарском монастыре преподобный Сава был посвящен в диаконы и затем в пресвитера. В Солуне за свои иноческие подвги на Святой горе преподобный был удостоен сан-архимандрита. В 1219 году в Никее на праздник Успения Пресвятой Богородицы свеленский патриарх Герман нарукоположил архимандрита Саву в сан-архиепископа всей Сербии. При этом преподобный Сава испросил у греческого императора право ищущего достоинства архиепископа быть посвящаемым в Сербии соборами епископов, что было очень важно для того времени частых войн между восточными и западными властителями. Прибыв из Никея на Святую гору, святитель в последний раз обошел все монастыри, поклонился всем церквям, и, вспоминая блаженное житие пустынных отцов, в глубоком сокрушении простился с подвижниками, исходя из Святой горы, как бы из некого божественного рая, по пути с Афона удрученной тяжестью разлуки со Святой горой. Святитель едва шел, только слова, явившиеся Святому во сне Пресвятой Богородице, имея меня с поручницей к Царю всех, Сыну и Богу моему, осихли еще скорбишь. Вызвали ли его из уныния, переменив печальную радость? В память об этом явлении, святитель заказал в Солуне две большие иконы Спасителя и Божьей Матери, поставленные им в церкви, в Филоколии. В Сербии деятельность пересвятителя по устройству дел церкви и Отечества сопровождалась многочисленными знаниями и чудесами. Во время литургии и всеночной, когда святитель приходил погодить над гробом своего отца, преподобного Семена Святой Мощи, источали благоуханные мира. Ведя переговоры с венгерским королем Владиславом, объявившим войну Сербии, православленный небесными знамени святитель не только доставил желанный мир своему отечеству, но и привел к православию венгерского монарха. Положив начало историческому существованию самостоятельной сербской церкви, святитель Савва способствовал также утверждению сербской государственности. Чтобы укрепить независимое государство сербов, святой архиепископ Савва венчал на царство державного брата Стефана. По представлению Стефана, венчая на царство его старшего сына Радослава, святитель Савва отправился в святую землю со слезами облабызать святой гроб Христов и страшную Голгофу. Вернувшись на родину, святитель благословил и венчал на царство Владислава и для большого утверждения престола сербского обручил его с дочерью богарского князя Асана. Святой Просвятитель обошел всю землю сербскую, исправил инческие уставы по образцу афонских палестинских, построил и осветил множество церквей, утверждая православных вере, завершив свой поддак на родине, святитель назначил своим преемником ирмонаха Арсения, рукоположив его в епископа и преподав всем благословения, отправился в невозвратный путь, желая окончить дни свои странникам в земле чужой, пройдя всю Палестину, Сирию, Персию, Вавилон, Ебет и Анатолию. Повсюду посещая святые места, беседуя с великими подвижниками, собирая священные останки святых, святитель окончил свое странствие в Тырнове, в Болгарии, в доме родственника царя Асаны, где с духовной радостью предал свою душу Господу. При перенесении святых мощей святителя Савы в Сербию в 1237 году исцеления были столь многочисленны, что болгары стали роптать на Асана. Зачем он уступает в такое сокровище? На родине святителей, хоть честные мощи были положены в церкви Милешева, дару исцеления всем приходящим с верою жители Тырнова, продолжали получать исцеление от остав крова святителя, который благочестивый Асан, приказал собрать месть и положить во вновь сооруженную гробницу. Наследие святителя Савы Сербского живет в православном церковном предании славянских народов. С его именем связано первое ведение русалинского устава в славянских иношеских обителях. По типику святого Савы до ныне живет Сердский Хелендарский монастырь на Афоне, принадлежащий святителю редакции кормчей книги с толкованиями. Алексея Аристина стала наиболее распространенной в русской церкви. В 1270 году митрополиту киевскому Кириллу был прислан из Болгарии первый список кормчей святого Савы. С него была списана одна из древнейших русских кормчей, Харизанская кормчая, 1284 года. Она, в свою очередь, легла в основу печатной кормчей, изданной в 1653 году и неизменно с тех пор пересдававшейся в русской церкви. Таков клад святителя Савы в каноническую сокровничество православия. Преподобный Мартиан Белозерский, игумен, Преподобный Мартиан Белозерский, меру Михаила, родился около 1397 года в деревне Березники, недалеко от Кирилла монастыря. В 13 лет он оставил своих родителей и тайно пришел к преподобному Кириллу Белозерскому, о котором ему много рассказывали, как о великом подвижнике. Юный Мартиниан стал ревностно подражать своему учителю, у которого пребывал в совершенном прослушании. В монастыре он обучился грамоте и по благословению преподобного занимался переписанием книг. Со временем Мартиан был посвящен веро-диакону, а затем веро-монаха. После смерти преподобного Кирилла Блаженный Мартиниан удалился для безмолвия на безлюдный остров, расположенный на озере Вожия. Постепенно вокруг него собралось несколько инков. Преподобный Мартиниан построил для них храм преображения Господня и вел общежительный устав. Уступая настойчивым просьбам братья Терапонтова монастыря, он согласился стать игуменом этой обители и привел ее в святущее состояние. Преподобный Мартиниан оказал духовную поддержку великому князю Васильевичу Темному в трудное для него время, когда на московский престол неправильно претендовал его двоюродный брат Дмитрий Шемяка. Он всегда был поборником правды и справедливости. Позже, по настоянию великого князя, преподобный принял на себя управление обителю преподобного Сергия Радонежского. В 1455 году преподобный Мартиниан снова вернулся в Терапонтов монастырь. Последние годы жизни он тяжело болел, не мог ходить и брать, и носил его в храм. Скончался преподобный в возрасте 85 лет. Мощи его были обретены в 1514 году. Память о обретении совершается 7 октября. Мученик Мертий. Мученик Мертий был воином, пострадал за имя Христова при Диоклетиане 284-35 года в Африке. Император принуждал его принести жертву идолам и, получив отказ, придал на истязание. Жестокие мучения претерпел святой, не сдав ни единого стона. Он был брошен в темницу, где умер от голода и ран. Мученик Пётр Авесаламид Анийский. Мученик Пётр Авесаламид Анийский. Был родом исцеление Анея в Палестине. Во время гонения на христиан был схвачен, доставлен к правителю Палестины. Напрасно убеждали его судья и народ почтить языческих богов, чтобы избавиться от мучений. Тогда я истинно помилую себя, когда не отступлю от Евангелия и не принесу жертвы идолам, отвечал святой, был сожжен на костре. В некоторых месяцах словах память его помещается дважды 12 января, как мученика Петра Авесаламиды, а 13 января, как Петра Анийского, так как ошибочно полагают, что это разные лица. Преподобная Евпраксия Тавинская, старшая. Преподобная Евпраксия Тавиниская, старшая мать, преподобная Евпраксия, девы Тавиниской, память 25 июля, была супругой благочестивой сенатора Антигона, который состоял в родстве с императором Феодосием Великим. А вдовев, святая Евпраксия, целиком отдалась служению Господу, обойдя многие инноческие обители и оставив в них щедрое подаяние, преподобная пришла в Тавиниский монастырь, где игумене была преподобная Феодула, славившаяся строгостью правил. Глубоко тронутая чистотой жизни инокинь, преподобная Евпраксия, стала часто бывать в этой обители, и всегда привозила с собой свою дочь, которой тогда было восемь лет. Добродетели молитвы родителей призвали на отроковицу особую благодать Божию, и она со столь юных лет пожелала посвятить себя Богу. К великой радости матери, игумене Феодула, оставила маленькую Евпраксию в обители и благословила ее принять иннический постриг. Сама преподобная Евпраксия продолжала дела щедрого милосердия, усилив пост на молитву. Игумене Феодула, обладавшей даром прозрливости, возвестил ей о скорой кончине. Узнав о близости своего отшествия, преподобная Евпраксия благодарила Господа за его великую милость к ней. Она простила с сестрами ее обители и с дочерью, дав ей последнее напутствие любви Господа Иисуса и с трепетным благоговением уважай. Сестер своих, не смей никогда думать, что они ниже тебя и могут служить тебе. Будь нищей в мыслях своих, чтобы пользоваться сокровищами духовными. Через три дня святая предала свою душу Господу, 393 год, и была погребена в обители, где продолжала свой нелегкий подвиг ее дочь. Субтитры создавал DimaTorzok